Я хотел бы сделать небольшой обзор того, что творится у нас на форуме, просто потому что мне это интересно. Итак, что же у нас есть на форуме из интересного и того, что интересно для меня? Значит, у нас есть Soul Arc. Это игра, которая разрабатывается по мотивам Faster Than Light и других примеров для вдохновения. Давайте посмотрим. У них есть видео, есть скриншоты. То есть, судя по видео, интересно сделано. Есть уже на что посмотреть. Разработка сейчас идет, как я понимаю. Будем следить за обновлениями. Это у нас был Soul Arc. Дальше у нас еще в традициях геймдева у нас есть еще и такие вот проекты, например, True Story. У нас есть вот такой вот персонаж, который таким вот образом ходит. И это будет квест. Ну что же, посмотрим. Пока он тоже в разработке. Также у нас еще по конкурсу леталок, который продлен до 26 января. Вот у нас где-то на 60-й уже странице, 62-й. У нас тоже вот участники какими-то скриншотами перебрасываются. То есть, тоже видно, что у них, наверное, что-то идет. Я за этой темой не слежу, но будем надеяться, что у них получится что-то интересное. Так, еще у нас, кроме этого, у нас еще есть такие вот темы, типично геймдевовские, когда приходит новичок, у которого есть идея совмещения жанров и как все это будет круто. И в конце он эту тему закрывает, не выдержав напора местных постояльцев. Дам геймдев вон такой. И еще есть у нас, конечно же, по мотивам Сталкера, тоже проект. Его тоже он пока что идет в разработке. И, как видим, автор моделирует сейчас дома. То есть, тоже какое-то движение по этому проекту сейчас есть. Будем смотреть, что с ним будет дальше. Что из него получится. Ну и, конечно же, посмотрим, что творится в горячо нам любимом флейме. Итак, у нас есть раздел проекты. Много для кого он любимый. И здесь у нас был такой проект от Бейлус. Он здесь делал на протяжении 9 страниц лабиринты. Рогалик показывал всякие варианты генерации лабиринтов. Но потом он сдулся и в конце он так и не сделал нормальной игры. То есть, вот мы видим, что проект закрыт. Ну что ж, такое бывает. Еще у нас есть проект от Hostage Test. С предложением поиграть в флеймер. Итак, немного по игре от Hostage. Вот по его аркаде. Тут у меня с записью немного похуже, потому что это по удаленной записи может лагать. Так, у нас новая игра. И у нас есть такой вот квадратный суровый персонаж, который может прыгать и собирать колечки. С учетом того, что он может делать даже двойные прыжки. Ну, выглядит, как по мне, симпатично. На мой взгляд, достаточно симпатично. Не знаю, насколько это будет интересно. Ну вот, погиб. То есть, тут игра не для слабонервных, как я понимаю. Ну, представление об игре можно получить. Кто-то поиграл больше в нее, я в нее особо не играл, потому что я не любитель таких вот хардкорных платформеров. Со всяческими пилами, шипами и так далее. Так, на этом все, пожалуй. Кроме этого, у нас, конечно же, есть темы насчет рогалика долго и трудно от SB3D. То есть, это очередной рогалик. На этот раз он прямо в названии записано, что это будет все долго и трудно. И у нас есть видео, которое записывал Кипар. Мы его немного... По рогалику SB3D долго и трудно записывал видео, я лично в этот рогалик не играл. Можем чуть-чуть посмотреть видео. У меня не получилось сконвертировать его напрямую, поэтому я передираю его с YouTube. Не очень классно, но хоть чуть-чуть посмотреть. Можно видеть, что он в чем-то напоминает игру мечты. Более старый рогалик. Вот этими пещерами и видом сбоку. И вместе с тем видим, что вот эта плавная прокрутка игрового мира очень напоминает медовый рогалик. На тестирование этого проекта нужно было записываться заранее, так как SB3D высылал заархивированные версии тем, кто заранее записывался на тестирование демонстрационной версии. Игра тоже, насколько я знаю, она еще не закрыта, то есть мы еще можем надеяться на то, что в ней появится что-нибудь еще такое, что будет нам интересно. Так, с этим пока все. Вот. И, конечно же, у нас есть еще один более-менее свежий проект, который еще находится в разработке, даже он более-менее наверху. Это Никтофилия. Или как оно там читается. И это лучше посмотреть немножко в действии. То есть уже есть какая-то небольшая демо-версия с исправленными багами, в которую уже можно походить и что-то поделать. Итак, проект Никтофилия от Catten Bank Games. Блин, как оно правильно называется? А, Catten Jar Games. Да. Итак, я уже выбрал, что язык русский, потому что на английский он не работает. И попробуем начать новую игру. И нам таким вот красивым шрифтом рассказывается, что же это такое. Куча представлений. И, наконец-то, мы попали в игру. Так, мы можем двигаться мышкой, куда мы захотим. Или можем двигаться по привычке клавиатурой. Это игра про темноту, про атмосферность. Сейчас пока звуков нету, но когда они будут, как уверяет автор, они добавят очень много атмосферности к этой игре. Итак, главный герой идет в темноте. И... Что это за звук позади? Нужно вернуться обратно. Ага. Очень резкий звук. Надо, видно, было повторять его уже несколько раз. Ну ладно, вернемся обратно. Плохо, что татана сверху не убирается. Снова этот звук уже с другой стороны. Вернемся еще раз, послушаем. Мне кажется, или стена стала ближе? Мне тоже кажется, что стена стала ближе. Подошел, уперся. Вернулся, уперся. Прошел сюда. Уперся. И вот здесь какая-то непонятная... Какой-то непонятный силуэт. Вроде бы в другом костюмчике. И мы попадаем, как уверяет автор, уже в первую локацию. Что за хрень только что мне приснилась? Вот. Что-то дальше тяжело прочитать. Пора уходить и так далее. И вот мы можем двигаться. Очень, кстати, интересная анимация ходьбы у этого персонажа. Пока он ходит в темноте, видны только плечи, то это выглядит интересно. Но когда есть свет, оно выглядит еще интереснее. Так, можем включать-выключать свет. Похоже, надо будет взять ключ. О, это у нас, похоже, ванная. Так, у нас есть осмотреть столик, использовать светильник. Давайте включим побольше света. Свет и... Взять ключ. Взяли ключ, попробуем выйти отсюда. А я не знаю, как использовать ключ. Может быть, демо-версия до этого еще не дошла. Все, я нажал использовать стол, и меня успешно выбросило из игры. Ну, я думаю, на этом с этой игрой, можно сказать, пока что все с этой демо-версией. Будем ждать следующих.